Это iPhone 11 Pro Max и это не обзор новинки 2019 года, а лишь первое приближение. Детальное сравнение лоб в лоб с прошлогодним флагманом iPhone XS Max. Ведь для полноценного обзора с новинкой нужно походить хотя бы какое-то время, а не пилить на второй день после старта продаж полноформатный обзор. Моя цель не сделать распаковку, для этого есть специально назначенные люди. Я хочу донести до вас то, за что вы будете платить деньги покупая iPhone 11 Pro Max по сравнению с предыдущим поколением XS Max или XS, который сейчас будет продаваться дешевле. Ну это старые складские запасы, которые до сих пор продаются у ритейлеров. Так что будет интересно, устраивайтесь подобнее. Из комплекта поставки значимых отличий два. Первая и самая долгожданная. Вместо 1А зарядки теперь кладется быстро на 18 ватт. На выходе может быть 5 вольт 3 ампера или 9 вольт 2 ампера. Это такая же зарядка, которая кладется в комплекте с iPad Pro 2018 года. А вот как это уже работает на практике расскажу в полноформатном обзоре. Второе. Кабель теперь не USB, а USB-C. Для тех кто пользуется старыми iMac'ами, Macbook'ами и любой другой техникой, которая не имеет USB-C разъем, это конечно же минус. Но вот на самом деле это логичное решение со стороны компании Apple. Потому что в прошлом году, когда вы покупаете топовый iPhone XS Max и топовый, допустим, Macbook Pro, то вы не можете тем кабелем, который идет в комплекте с iPhone, их засинхронизировать по проводу. И это парадоксально. Габариты практически остались идентичными. На доле миллиметра новинка стала длиннее, шире и толще. Но если бы я эту информацию не прочитал на официальном сайте, то и не сказал бы об этом. Вес увеличился на 18 грамм. На фоне достаточно увесистых 200 грамм вы также на практике этого не заметите, даже держа оба смартфона в руках. Боковая рамка выполнена из той же нержавеющей стали. Если присмотреться, то можно увидеть, что в зеленой версии она темно-зеленого бутылочного отлива. Разделители покрашены в тон соответственно. Интересный нюанс. Кнопки регулировки громкости опустили ниже на 4 мм. Они стали чуть крупнее и чуть больше выпирать из корпуса. Главную функциональную кнопку, которая раньше называлась кнопкой питания, также опустили на 3 мм. Сильно вас это конечно не спасет при перехватывании устройства, так что скорее всего это сделано не из-за эргономики, а из-за внутреннего расположения компонентов. Лоток для сим карты тоже сполз, но уже почти на 8 мм. Он стал немного короче, а сама заглушка чуть-чуть компактнее. Нижние и верхние торцы идентичны по всем параметрам. Тыльная крышка теперь выполнена из фактурного матового стекла. Оно стало прочнее и теперь гораздо меньше пачкается, а вот скользит эта штука лучше. Глянцевое стекло немного прилипало к пальцам, так что будьте аккуратны с новинкой. Если вы не в курсе, стекла для Apple делает компания Corning. Они используются в iPhone, Apple Watch и iPad. Жаль что не уточняется поколение. Логотип компании съехал в серединку, ровно туда где находится середина чьи катушки для беспроводной зарядки. Блок камер расположен на небольшой возвышенности с плавной фаской из матового стекла, а вот сама площадка гладкая. На дне еще на миллиметр возвышаются линзы трех камер. Вспышка стала крупнее, она теперь состоит из двух диодов, а не из четырех как раньше. И ситуация получилась двоякая. Фонарик на максимальной яркости светит хуже. Яркость чуть ниже и самая печальная. В iPhone 11 Pro Max он светит зеленым, в то время как прошлогодний смартфон и все предыдущие давали белый свет с небольшим уходом в красный канал. Это значит что мало того что фонарик будет светить менее ярко, так он еще и будет отдавать зеленоватым оттенкам. Но тут уже вы должны понимать, что скорее всего эта особенность только конкретно этой зеленой самой популярной модели. В остальных смартфонах я думаю все будет в полном порядке. Сама вспышка при получении фотографии действительно стала чуточку мощнее и освещает немного больше. Изменения прям крохотные и опять же, если бы не посчитал спецификацию не заметил бы этого. А вот вспышка не красит изображение в зеленоватый оттенок, так что тем кому это надо, можете пользоваться вполне без каких-либо проблем. Вот для меня лично фонарик важнее. Хочу еще обратить внимание на то, что диаметр отверстия под микрофон стал значительно больше. Будем надеяться, что это отразится на качестве записи звука. Но вот что самое интересно, одна дополнительная функция все-таки точно будет использовать этот микрофон. А не чуть позже в этом видео. И рейтинг IP68 и стандарт влагозащиты остались прежними. Но вот допустимая глубина погружения увеличилась на 2 метра. С чем это связано мне лично неизвестно, но дико интересно, просто потому что я утопил свой собственный айфон 10. Об этом есть соответствующий ролик на канале. Может быть уплотнение сделали более качественным, может быть что-то еще. Если вы владеете информацией по этому поводу, обязательно поделитесь ей в комментариях к этому видео. Ну и конечно же цвет. К тройке известных добавлен новый зеленый. И знаете, не зря на него такой ажиотаж. Он такой же строгий как и черный и это реально что-то свежее. Да и вообще, именно матовая поверхность стекла во всех цветах смотрится намного свежее. И кольца камер обыграны здорово. Чего не могу сказать о цветах преемника iPhone XR или iPhone XR. Но они меня не то чтобы разочаровали, они меня не впечатлили, но это вы как уже понимаете вкусовщина. В новинке установлена OLED матрица с маркетинговым названием Super Retina XDR. Контрастность увеличена с одного до двух миллионов к одному. Видно ли разницу? Не видно. И та, и та матрица при сравнении лоб в лоб для меня лично идентичная. И единственный нюанс. Почему-то у меня 11 Pro Max имеет небольшой зеленоватый оттенок. При отключении True Tone ничего не изменилось. Выводы делать рано. Пока буду тестировать. А вот яркость дисплея увеличилась со среднего значения 625 до 800 кандел на метр квадратный. А пиковый показатель новинки, который автоматически настраивается системой к примеру при воспроизведении HDR, HDR10 или Dolby Vision контента аж 1200 нит. Причем это относится как к фото так и к видео. И это очень важный показатель особенно при потреблении контента при ярком солнечном свете или вообще ярком искусственном освещении. И остается по крайней мере для меня открытым один вопрос. iPhone XS Max да и многие другие смартфоны из линейки компании Apple перегреваются при попадании прямых солнечных лучей на дисплей. И при этом дико расходуется заряд аккумуляторной батареи, а сам телефон очень сильно нагревается. Ну посмотрим уже в тестах. Ну и самое печальное. 3D Touch RIP. Окончательно вся флагманская линейка лишилась физической технологии 3D Touch, за которой отвечал специальный слой. И ему на смену пришла программная функция Haptic Touch. Я до последнего думал, что уход 3D Touch связан сугубо с невозможностью оставить эту функцию из-за нового дисплея iPhone. Вот это Super Retina XDR. Но по-видимому это просто такое видение компании Apple. Как бы парадоксально это не звучало. Я могу лишь пособолезновать тем, кто активно играет в игры и использует эту функциональность для каких-то более расширенных задач в специфических приложениях. В самой операционке вы особо дискомфорта не заметите. С той лишь разницей, что с 3D Touch все менюшки открывались чуточку быстрее. Все, ни разрешения, ни диагонали, ни соответственно плотности пикселей на дюйм не изменились. Face ID остался без изменений. Скорость распознавания идентична во всех и даже самых сложных ситуациях. Хотя по идее новый iPhone 11 Pro Max должен отрабатывать медленнее ввиду того, что нейронные сети XS Max сканировали мое лицо целый год, а 11 Pro Max совсем немного. К сожалению размер полусферы в которой работает Face ID и сканирует окружающее пространство не изменилось. То есть если смартфон как лежал на столе и как вам как приходилось вытягивать шею либо наклонять его, так все и осталось. То есть вот этот вот радиус действия датчика не изменился. Также очень хотелось бы видеть новым iPhone, но этого не реализовали возможность работы датчика в альбомной ориентации, а в идеале чтобы это было так как в iPad Pro 2018 года. То есть как не верти устройство, оно все равно распознает ваш Face. Увы ничего не добавили и Face ID не изменился. Переходим к камере. К камерам много камер, но все нужные. Основной модуль, он называется широкоугольный, хоть по светосиле и количеству мегапикселей не изменился, но у него теперь стопроцентный фокус пиксель. Чтобы не вдаваться в дебри оптики, а поэтому можно снять буквально отдельное видео. Фокус пиксель это маркетинговое название компании Apple для комбинированного вида фокусировки. У других производителей он называется Dual Pixel. Так вот, теперь все пиксели на матрице участвуют в автофокусировке и благодаря этому в темное время суток автофокус на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max работает до трех раз быстрее. Телевик получил лучшую светосилу 2.0 вместо 2.4. Значение зума прежнее, 2x. Появился ультраширик и это то чего так не хватало. Светосила у него скромная 2.4, оптической стабилизации нет. И так как я все тесты по фото и видео покажу в нашем полноформатном обзоре, то давайте перейдем к приложению о том как оно изменилось в iPhone 11 Pro и Pro Max, а там есть о чем рассказать. Была удалена вкладка квадрат, ее перенесли в другое место. В верхней части появилась кнопка ночного режима. Он автоматически включаемый, но настраиваемый. То есть можно принудительно отключить, но это еще не все. В зависимости от того насколько освещена экспозиция и насколько у вас трясутся руки, камера предлагает временной интервал выдержки. Есть три значения. 0, то есть функция выключена. Среднее положение это автомат, то есть та выдержка которую рекомендует iPhone по экспозамеру. И максимальное значение это максимально возможная длина выдержки которую в автоматическом режиме может предложить iPhone. Никаких других промежуточных положений нет. Деления чисто бутафорские. Максимум того что мне удалось отжать от этого режима это 30 секунд выдержки. Вручную показатель, к сожалению, вводить нельзя. Так что по-прежнему приложение камеры рассчитано не на профессионалов или любителей, а на простых смертных, которые достал смартфон и сфотографировал как надо. Так что те, кто хочет большего от камеры iPhone 11 Pro и Pro Max, welcome to сторонние приложения. По центру появилась галочка, предлагающая открыть дополнительное меню. Как и раньше, это можно сделать свайпом вверх. Только если в XS Max в меню предлагалось применить только фильтры до получения фото, то в новом iPhone тут есть. Автоматический режим вспышки. Зачем-то дублируются настройки ночного режима. Автоматические настройки Live Photo. Кстати, активированное Live Photo почему-то теперь не подсвечивается желтым. Раньше было информативнее. Кадрирование. Помимо квадрата есть еще 16 на 9. Таймер спрятали сюда же. Диапазон срабатывания не поменяли. И фильтры. Как было 9, так и осталось. Вы наверное обратили внимание, что больше нет черных полос интерфейса и теперь через полупрозрачность показывается то, что сейчас находится за кадром. Даже сам кадр теперь отделен уголками по краям. Так вот, это границы того, что фиксирует сверхширокоугольная камера. То есть теперь вы всегда знаете, что будет если переключиться на режим 0.5. Плавное зуммирование теперь работает не только в плюс, но и в минус. Но дузы должны понимать, что переключение кнопками это работа оптики, а любые промежуточные положения плавного зуммирования это кроп от той или иной картинки с потерей качества. Так что по максимуму старайтесь пользоваться только кнопками 0.5x, 1x и 2x и тогда ваши изображения будут максимально качественными без какого-либо кропа. И еще ночной режим в фотографии работает только на основной матрице, то есть это широкоугольная камера и на телевике, а вот ультраширик эту функцию не имеет. Ну и функция Quick Take. В фоторежиме вы можете зажать кнопку фотографирования и начнется запись видео. Когда отпустите, закончится запись и сохранится видеофайл. Если захотите дальше продолжать снимать видео, но уже не держать кнопку, просто сделайте свайп вправо. А еще в настройках обязательно включите новую функцию захват фото и видео вне кадра. Тогда автоматически одновременно с основной камерой будет происходить снимок или запись видео с ультраширокоугольной камеры. Затем вы сможете открыть галерею, нажать кнопку править, перейти в режим кадрирования и видите, есть область за пределами фото или видео и вы легко можете добавлять в композицию то, что туда просто не вошло. Это также пригодится при повороте изображения, потому что при устранении гравитационной нестабильности, то есть заваленного горизонта обычно происходит кроп и кадра становится меньше. Теперь такого не будет. Функция будет хранить дополнительное изображение и видео материал в течение 30 дней. Если вы за это время не нажмете кнопку править и не поправите все так, как вам нужно, то дополнительный контент будет удаляться для того, чтобы экономить место на iPhone. По видео это все те же максимальные 4К при 60 кадрах. Но теперь расширенный динамический диапазон записывается при съемке и в 4К 60 кадров в секунду, в то время как на iPhone XS и XS Max он записывается максимально при 30 кадрах в секунду. Во время записи видео добавили красную плашку сигнализирующую о том, что запись все таки началась. И это правильно. А вот переключиться на ультраширокий угол во время записи видео нельзя. Зум как и раньше доступен. Приходится выключать видео, включать 0.5 и начинать запись. И что самое интересное на 1x можно переключиться, а на 2 нет, только на 1.5. Знаете почему? При этом в режиме записи видео не происходит переключение на другой объектив, просто изображение с той же линзы цифровым способом зумируется. И я проверял перекрывая объективы. В общем мне кажется тут какая-то программная недоработка Apple. Если бы они сделали банально физическое переключение между объективами камеры с каким-нибудь таким плавным переходом, все было бы гораздо лучше. А так приходится ждать выхода новой версии Filmic Pro, которая умеет писать с нескольких объективов. О ней подробнее говорили на презентации Apple. А вот селфи камера проапгрейднулась внушительно. 12 мегапикселей вместо 7 мегапикселей и возможность записи 4к видео в 60 кадров в секунду. Вот это действительно круто. Еще круто, то новый угол. Вот только жаль, что светосила осталась прежней. 2.2. Также можно снимать замедленные видео в Full HD с частотой 120 кадров в секунду. По интерфейсу тут есть одна важная вот эта кнопочка. Смотрите. По умолчанию вы видите не весь ультраширокий угол, а только его небольшой кроп. На самом же деле угол больше. И эта функция автоматически включается когда вы поворачиваете камеру для того чтобы сфотографироваться с кем-то в альбомной ориентации. Ну круто же. А еще есть новая функция аудиозум. Благодаря ей, когда вы во время записи видео зуммируете изображение, айфон автоматически отдает приоритет большому микрофону в блоке камер, гася шумы записываемые разговорным микрофоном. И складывается впечатление, что вы записываете на микрофон пушку. Слышите резкое улучшение качества записи голоса при зуммировании? Давайте еще разочек. Что изменилось в настройках камеры? Появился целый раздел композиция. Про захват фото и видео вне кадра я уже рассказывал. Что же значит автоприменение корректировок? При активации функции захват фото и видео вне кадра айфон автоматически дозаписывает информацию с ультраширокого объектива, а уже затем при включении автоприменения корректировок нейроны сети автоматически берут лучшие фрагменты с ультраширика и добавляют их на основную камеру, тем самым улучшая конечно получаемое изображение. Ну и пропал пункт оставлять оригинал. А это значит, что алгоритмы теперь превалируют. Про железо много говорить не буду. Про процессор очень много было сказано на презентации Apple Special Event. Обязательно посмотрите наш сокращенный вариант на канале. На этот раз спикеры Apple много разжевали про процессор для простых смертных. Оперативы 4 гигабайта как и раньше, объемы накопителей прежние, результаты синтетики на экране. А вот емкость аккумулятора повысили, причем значительно. В iPhone XS Max было 3174 мАч, а в 11 Pro Max стало практически 4000 мАч. В маленьком iPhone XS было 2658 мАч, а в iPhone в 11 Pro стало 3190 мАч. А аккумуляторы стали физически больше по площади и толще. Это было достигнуто за счет небольшого увеличения толщины корпуса смартфона за счет удаления 3D Touch. А еще была значительно уменьшена площадь материнской платы, потому что она теперь двухслойная. Как будут обстоят дела с нагревом или перегревом в играх мы проверим. Еще есть интересный нюанс. К батарее теперь идет два шлейфа. Причин почему это произошло может быть несколько. И одна из них реверсивная зарядка. Может быть в будущем обновлениях и добавят. В таком случае логотип Apple станет функциональным, потому что он будет показывать где центр катушки, и куда нужно будет прикладывать к примеру кейс от AirPods Gen 2. Аккумулятор в XS Max был двух ячеечным, а в 11 Pro Max он как и в прошлогодних XS одноячеечный, L-образный. Apple улучшила стереозвук. В частности это можно будет заметить при просмотре фильмов с поддержкой Dolby Atmos. Стало чуть больше объема и четче распределение стерео между каналами. Но даже прослушивая попеременно два смартфона уловить эти нотки не так уж и просто. Что такое ? Субтитры сделал DimaTorzok Для тех, кто потребляет контент с площадок вроде YouTube, ничего не изменится. Громче тоже не стало. В принципе, этот параметр всегда меня устраивал. Основной динамик по-прежнему существенно громче разговорного. По беспроводным сетям интегрирован модуль Wi-Fi 6-го поколения, увеличена скорость гигабитного LTE-модуля, а также увеличена дальность действия Bluetooth-соединения на 45%. Но, может быть, в открытом пространстве это действительно так. Но это не актуально. Кто там собирается отдаляться на 100 метров от телефона? Непонятно. Но вот в закрытых помещениях, с железобетонными стенами, есть у меня одно такое место в квартире, где iPhone XS Max, я сейчас только что проверял, абсолютно не ловит Bluetooth. То есть музыка в том же Apple Music просто прерывается. В iPhone 11 Pro Max она не пропадает полностью, но начинает прерываться. То есть все-таки действительно какое-то улучшение при одинаковых условиях есть. На этом со сравнением все. Если вам понравился такой формат видео, то я могу аналогичным образом показать вам отличия между iPhone XR и iPhone 11. Просто дайте мне знак. Внизу в комментариях можете дополнить меня, если что-то недорассказал, ну или подправить меня, если я где-то ошибся. Ну а я буду готовиться к следующим обзорам другой яблочной техники, которую обещал сделать, и я это сделаю. А также к полноформатному обзору iPhone 11 Pro Max. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.